Люди эвакуированы из здания, на место прибыли отряды спецслужб, пожарные, скорые, ГВЧС. Территория оцеплена, проход и проезд запрещены. Ложные сообщения о взрывном устройстве часто оказываются злой шуткой подростков и ограничиваются школами или другими общественными местами. Впервые в Сарове выбор нарушителя пал на администрацию города. Произведен осмотр здания администрации с использованием служебной собаки, которая подготовлена на поезд взрывчатых веществ. Произведен осмотр места происшествия, взрывных устройств не обнаружено. При поступлении на пульт полиции подобных сообщений спецслужба реагирует по отложенной схеме. Первым делом на место выезжает наряд сотрудников правоохранительных органов. После чего следственная оперативная группа и другие экстренные службы. Телефонного хулигана долго искать не пришлось. Его личность стала известна буквально на следующий день. В ходе оперативно-рестных мероприятий был установлен гражданин 1961 года рождения, который произвел этот звонок. Данный гражданин был доставлен в орган внутренних дел, опрошен по данному факту в отношении данного гражданина. 9 числа возбуждено уголовное дело. По статье 207 части 3, которая звучит как заведомо ложное сообщение об акте терроризма, нарушителю грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас гражданин находится под подпиской о невыезде. В отношении него проводятся предварительные следствия. Продолжение следует... Продолжение следует...